Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот это все, как раз, как раз видеть перспективы для Артынки, именно в контексте развития Нового года. Спасибо. Дякую, Александр. Дякую, Андрей. Коли, есть у вас питания просто номера по Артыку? Коли вас не задавайте. Я хотел бы пока вы думаете о питании, если вы хотите реагировать на эту историю, что коллеги рассказали. Есть текарое исследование илландских социологов в центре ОУ на контеконе. Как раз подлетки использовывают аудиодевайсы, гаджеты для чего. Была такая проблема одним из районов Дублина, сдается, я не памятник этих городов. Так что старый, былый, шумный район города был в Ренавилово. И там теперь такие престижные, тихие домки, где гуляют семьи, парк, аллеи. И жахару непокоило то, что по подворотнях сбираются подлетки у бюшонок и нарушений. Народ думал, что это некие малолетние криминальники и хулиганы. Коли доследчики учили парксовательные попытки и выяснилось, что такая парадоксальная ситуация. Что сначала, когда районы были такие шумные, динамичные, там был рынок, там были люди самых грозных социальных страт, угрозных пробытку и отрухации, то яды отчувались себе в безпецах. Шум для детей, для подлетков, городский шум – это случай познака безпеки. Для того, что яды знаходзюцца там, где, в принципе, живет тео, где можно, когда что-нибудь исковаться. А когда этот район стал вельми тихим, то в подлетку возникла тревога. Постоянно там можно встанть, яки яды как раз как бы дивилируют, тягоючи тому, что яды буртуются в неких локациях, слухают плеер, тому яды на самой справе не хочет никому ничего делать, яды просто спрагуются найти себе больше комфортное. А сиротик – звычное, привычное воздетельство человека, который сейчас на пороге погружен на шум. А вот такие рактовные падения утроню этого шума и трансформации, какого стычного саншафта, и она может парадоксальным чином вызвать не на двороге спокой, а тревогу, а тревогу, а чуть-чуть не безпеки у которого. И вот это как раз такая тема, на которой можно развлажать. Пытания? Да, у нас есть вершинка, да? Спасибо вам, спасибо всем стикерам. Вопрос такой, подростки в основном в городском пространстве воспринимаются как какая-то проблема, да, и вы говорите, что они тоже создают шловую проблему, а время исследования, вот может быть, вы видите вообще такие примеры, когда это не становится проблемой, либо вообще какое-то полурешение хорошее для того, чтобы они будут на себе собираться, какие-то просьбые, какие-то просьбые. Спасибо. Помню, у меня было последствия как раз с просьбых пожилых людей, и мне подоится, что в принципе в большинстве ситуациях шум, люди, выражаются подрядки, там не привлекают проблем, там в обличных просторах. Есть просто люди, эти социальные взрослые, которые больше оборонения от этого шума, любят считать шума, какие меньше оборонения от этого шума. Так, ну и ясно, что сегодня не может распространенный способ оборонения шума, где-то там в штуке. Так, альбо некая там рукоизоляция в воде, альбо некая подвойная опция. А я дровен до степени с перспективы пожилых, у которых не было хорошего на подвойную Богу. Какие они користуются между Богом и какими, и они не слухают клетки, так как они не могут улучшить свою увагу, они неверно присутствуют в этой просторе, как мы физично делаем с потребами. Тому дьявол, он говорит, что для меня, чей питание был, за все ты, мысем находиться в той группе, в которой наибольшей позиции находятся, что наибольшей можно вдохновать от тебя, с разумением перспективы и, по-быти, внешне запропоновать. А, да, из перспективы, даже на местных атаках. Да, мне кажется, частично действительно можно решить проблему с помощью компьютеров и каких-то девайсов, устройств. Например, бесшумные дискотеки проходят, то есть все нормально. Огромное число людей, в общем-то, для кожи там состоит. А с другой стороны, подростки, в общем-то, сами могут, я думаю, себе позаботиться, потому что они находят такие зоны комфорта, где им хорошо, и они там друг с другом встречаются, и никаких проблем не испытывают. Проблема, скорее, как раз, когда они пытаются строиться в другие пространства, да, совместно разделяемые еще и другие возрастные категории населения, они оккупируют какие-то публичные пространства общественные, тот же там торговый центр галереи и так далее. Но, в этом случае, действительно, есть специальные службы, те же охранники, которые там, например, дисциплинируют, чтобы они там хотя бы на скейпах не катались. Вот. То есть, мне кажется, власть все-таки должна выполнять какие-то свои функции регулирования общественных пространств. И, в общем-то, не приводит в конфликт, на открытый конфликт там. Вот, мне кажется, совсем больших проблем. И я бачу, что у нас в мире мало часа. И хочу подать, что вовремя тема шуму и регулирования шуму в городе она больше широкая, чем мы можем податься под этим приводом. А одна из таких вибе важных тем, яка заразь доследуется и активно диспутуется, это то, как регуляция шума связана с джентрификацией и приходом креативных индустрии, так, многих капитала инвесторов в разные районы. Например, вот эта проблема вокруг не стоит остро на улице Кастриченской, а она возникнет максимально тогда, когда сюда придут богатые инвесторы, которые будут хотеть совсем другого шуму и, сначала, они будут прибавлены с этим активным жизнением, которое здесь отбывается. а потом почувствуют потребовать, как все было цешей, как зачинялися бары, клубы, капсулы, шумная молотик и так далее. И великий шмат европейских и сутистных столиц заразь втыкаются с этой проблемой, что районы, которые стали брендом и пунктом притягнения города, а они переживали покупливую трансформацию из-за входа велика капитала, который не хочет шуму. и дополнительно про капитализацию в данный текст польской наследницы я даже не помню, Олег Гуглиц это и там будет просто против такой стадии, где во всех подробностях написано как у нас была близко, на которую пришли спочатку. Там была закинута зона, которые пришли в целый центр КириА, в целом вас, как вы можете назвать, и потом когда вы пришли без какого топ-менеджера и захотели нам просто жить, и они начали изменять условные правила, в другую конвенцию с существованием шума. Спасибо. Может быть последний вопрос? Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ